Те, кто собирается отправиться в путешествие на самолеты, часто задаются вопросом, можно ли брать еду в ручную кладь, и если да, то какую. Кавычка точка. В стоимость перелетов на борту лоу-костеров входит только цена билета. Бесплатный сервис, в том числе питание, во время такого авиарейса отсутствует. Пассажир может по желанию приобрести напитки и ланч за дополнительную плату, но необходимо учитывать, что выбор меню на борту низкотарифных авиакомпаний ограничен. Важно, регулярные авиакомпании часто не имеют возможности предоставить специальное меню для пассажиров, совершающих перелет, например, вегетарианскую, кошерную, халяльную, постную или безглютеновую пищу. Кроме того, для пассажиров с детьми остро встает вопрос о детском питании на борту авиалайнера. У пассажиров, летящих бизнес-классом, проблем с питанием при перелете, как правило, не возникает. Тем не менее лучше заранее убедиться в том, что меню полностью отвечает индивидуальным потребностям. Если предлагаемый рацион по каким-либо причинам не подходит пассажиру, встает вопрос, можно ли провозить еду в ручной кладе. Провозить продукты можно, но следует соблюдать правила авиакомпании. Кофе или чай в больших металлических банках лучше сдать в багаж, чтобы избежать проблем с таможней. Продукты для бутербродов следует нарезать заранее, так как пронос колюще-режущих предметов в ручной кладе категорически запрещен на всех рейсах. Если пассажир придерживается специальной диеты или ему необходимо индивидуальное меню, соответствующее медицинским показаниям или религиозным убеждениям, авиакомпании предоставляется право взять продукты питания в ручной кладе. Предварительно следует ознакомиться с требованиями перевозчика к содержимому ручной клади, узнать, что разрешается взять, а от чего придется отказаться. Можно ли брать еду в самолет в ручную кладь? Провозимая пища должна соответствовать нормам ручной клади по габаритам и весу. Некоторые бюджетные авиакомпании четко регламентируют размер ручной клади, разрешая провести только небольшие по величине дамские сумочки или портфели. В этом случае ограничивается количество продуктов питания, которое можно взять с собой, поэтому чаще всего выбор падает на шоколад, фрукты или орешки для быстрого перекуса. На борт регулярного рейса, где практически не лимитируется размер ручной клади, можно принести более разнообразную и сытную пищу, которая отвечает вкусовым предпочтениям, религиозным и этическим взглядам. Врачи рекомендуют брать богатые белком продукты, позволяющие сохранить запас сил на время длительного перелета. Желательно, чтобы пища не была слишком жирной и тяжелой, так как она может вызвать различные проблемы пищеварительной системы. На борт самолета можно взять курицу, говядину, мясные продукты, колбасы, сосиски, сардельки, твердые сорта сыров, орехи, яйца, морепродукты, незамороженные и герметично упакованные, зелень, сывороточный протеин, спортивное питание, крупы, каши быстрого приготовления в сухом виде, сухофрукты, овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, торты, чипсы, семечки, сухари, любые конфеты и шоколад, арахисовое масло, сухие батончики, сухие специи, сухое молоко, печенье, сэндвичи, хот-доги, бутерброды, салаты. Если самолет совершает международный рейс, следует убедиться, что проносимая на борт еда не запрещена таможней. Таможенные запреты касаются перевозки эпидемиологически опасных продуктов, которые могут стать потенциальным источником различных инфекций. Важно, большинство авиакомпаний разрешают провозить на борту 20 кг в эконом-классе и до 30 кг в бизнес-классе. Габариты – бизнес-класс – 203 см, эконом-класс – 158 см. Следует позаботиться о качественной и надежной упаковке продуктов, чтобы избежать порчи имущества авиакомпании и других пассажиров, а также не доставлять лишних неудобств обслуживающему персоналу самолета. Можно ли брать в самолет пауэрбанк еда не должна иметь резкий и стойкий запах, который может быть неприятен соседям. Планируя перелет в другую страну, отдельно надлежит позаботиться о соблюдении пункта, касающегося санкционных продуктов и карантинных требований. Рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем запрещенных к перевозу продуктов. Данный список зависит от направления перелета и индивидуальных правил авиакомпании. Обычно нельзя ввозить продукты, имеющие животное происхождение, сыр, творог, различные мясные изделия. В настоящее время они полностью запрещены к ввозу в страны, входящие в Европейский Союз. Определенные продукты, имеющие специфические свойства, неприятный запах, например, некоторые сорта сыров с плесенью. Что нельзя и можно брать вручную кладь в самолет Тара должна быть герметичной и компактной. Объем провозимых в ручной клади жидкости не должен превышать 100 мл, а количество должно ограничиваться 10 единицами. Перечень продуктов, на которые распространяется ограничение в 100 мл объема, питьевой йогурт, жиле, сметана, соусы, майонез, кетчуп, творожные сырки, супы, конфитюр, пудинг, шоколадная паста, вода, мед, варенье, мягкие сыры, паштеты, консервы. Если 99% содержимого занимает твердое вещество, запрет все равно распространяется на данный продукт, варенье и домашние закатки, бутилированное масло, икра. Перечень продуктов, на которые не распространяется ограничение в 100 мл объема, алкогольная продукция из Дьютифри, если она находится внутри запечатанного пакета с чеком, во время перелета у абсолютного большинства авиакомпаний действует запрет на употребление алкогольных напитков, икра, приобретенная в Дьютифри, внутри запечатанного пакета с чеком, лекарства, необходимые для жизни, могут потребоваться рецепты от врача. Зачастую исключения из правил по перевозке продуктов в ручной клади делаются для детского питания и соков. На них не распространяется ограничение по объему проносимой тары. Особенности провоза детского питания на борту самолета, если планируется путешествие с грудным ребенком, то авиакомпании предоставляют право провоза в салоне самолета любого детского питания. Бортпроводники по требованию могут подогреть бутылочку со смесью или молоком. Можно заблаговременно договориться с авиакомпанией о предоставлении детского питания, желательно обговорить данный пункт за 36-24 часа до вылета. Обычно детское меню подразделяется на два типа, для детей до вторых лет и для детей от вторых лет. Какую еду можно взять в самолет для ребенка, баночки с детским питанием, напитки, молочную смесь, подходящие для перекуса продукты, свежие фрукты и сухофрукты, орехи, крекеры, кукурузные палочки, основную еду, желательно брать такую пищу, которой привык ребенок и который удобно есть без столовых приборов, кисломолочные напитки или продукты. Авиакомпании Аэрофлот и Россия предлагают клиентам детское питание и питание для грудных младенцев, мягкая, легко пережевываемая пища для детей от вторых лет и порционное молоко и детское питание Аэрофлот или же пюре в баночках «Россия» для детей до вторых лет. Обратите внимание, заказать специальное питание на рейсах ПАО «Аэрофлот» в классе «Эконом» можно на рейсах свыше 3 часов, в АО «Авиакомпания Россия» на рейсах продолжительностью свыше 4 часов, в «Бизнес-классе» на рейсах продолжительностью свыше 1 часа. Компания «Уральские авиалинии» готова предоставить детское питание при заказе не менее чем за 24 часа до вылета. Пассажиры имеют право перевоза продуктов питания в багажном отделении. Преимущество данного вида транспортировки заключается в отсутствии ограничений по объему перевозимых жидкостей. Необходимо соблюдать требования, установленные как конкретной авиакомпанией, так и являющиеся общими для любых рейсов. Чтобы избежать проблем на таможне, лучше заранее уточнить правила перевоза продуктов в конкретной стране, в которую планируется совершить путешествие. Важно! Обычно пассажир имеет право транспортировать в багажном отделении те же продукты, что разрешены для перевоза в ручной кладе. Перечень продуктов, запрещенных к перевозу в багажном отделении, сухой лед. Требуется согласие авиакомпании и специальная упаковка для безопасной транспортировки продукта, необходимо заранее уточнить правила перевоза. Санкционные и карантинные продукты, запрет на которые введен в некоторых странах. Следует заранее ознакомиться с конкретным списком. Продукты с резким и неприятным запахом. Жидкости и продукты неизвестного происхождения, не в заводской упаковке. Превышающие допустимый вес и размер багажа. На борту самолетов авиакомпании «Победа» пассажиров не кормят, поэтому им разрешается брать с собой продукты питания в салон. Но есть нюансы, напитки, купленные вне зоны аэропорта, проносить на борт запрещено. Исключение – еда и питье для маленьких детей. Пища, упакованная в специальные контейнеры, при провозе в салоне должна быть оплачена дополнительно. К размерам и габаритам ручной клади авиакомпании установлены четкие требования. Это или дамская сумочка, или дипломат. В качестве еды на дорогу можно взять бутерброды, печенье, фрукты. Важно! В салон самолета авиакомпании «Рассия» «Тайгиреер» «Скут» запрещено брать еду с собой. В крайнем случае провоз еды разрешен, но во время полета она должна лежать в сумке. Хотя в большинстве случаев питания на борту самолета предусмотрено авиакомпанией, выполняющей перелет, предлагаемое меню далеко не всегда соответствует пищевым, религиозным и этическим предпочтениям пассажиров. Не существует запрета на провоз в ручной кладе и багаже продуктов питания, поэтому на вопрос, можно ли брать еду в самолет. Ответ положительный. Однако большинство авиакомпаний выдвигают определенные требования, касающиеся условий перевозки пищи пассажирами. Именно поэтому перед заказом билета рекомендуется тщательно изучить правила и условия транспортировки продуктов питания на борту авиалайнера. Это поможет избежать сложностей и сделает полет более комфортным и приятным. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.